От неправомерных действий европейских властей, преследующих исключительно свои собственные интересы, страдают в первую очередь люди. Кто-то не может полететь на важную встречу, кому-то нужно после рабочей командировки к семье, кто-то запланировал отдых и уже его платил. Нелегко сегодня приходится и нашим спортсменам, которые должны думать о том, как показать достойный результат на играх, а не о том, как бы успеть добраться и восстановиться после длительного полета. Запреты на перелеты со стороны Евросоюза для белорусских авиалайнеров напрямую сказываются на белорусских атлетах. Так, наши волейболистки были вынуждены лететь через Турцию в Чехию на игры Золотой Евролиги. Второй тур соревнований стартует уже завтра, а девушки только сегодня доберутся до места баталии в 9 вечера, проведя в общей сложности в пути более 20 часов с ночевкой в Стамбуле. Только представьте их физическое состояние. А вот сборные Беларуси по боксу ждут еще более ответственные соревнования. 4 июня в Париже стартует олимпийская квалификация, будут разыгрываться заветные пропуска в Токио. Все мы понимаем уровень ответственности, но тут ситуация еще сложнее из-за ковидных ограничений. Наша команда должна лететь во Францию только прямым рейсом, чтобы не попасть в карантин, а следовательно избежать риска пропустить важнейший старт. Но не из Минска, не из Москвы это сделать невозможно. Был отменен рейс по маршруту Минск-Франция, но мы держим руку на пульсе, работаем в режиме нон-стоп, следим за последними новостями. Мгновенно перебронировали билеты на Москву. Как только узнали о том, что рейс Москва-Париж опять же отменен, на данный момент мы перебронировали билеты и летим через Киев. Сложность у нас заключается в том, что рейс должен быть прямой, потому что иначе, если будет какая-то стыковка, то мы обязаны соблюдать 10-дневный карантин. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы доставить наших спортсменов в целости и невредимости. А все, что остается спортсменам, это делать то, что они умеют, тренироваться и готовиться к завиванию лицензии. В Киев мы попадем на трансфере, мы закажем сейчас автобус конкретно для нашей делегации. У нас выезжает 14 человек совместно с тренерами и руководителем делегации. Поэтому в 9 часов вечера автобус выезжает, в 4 утра мы уже на месте в Борисполе. Финансовая составляющая, конечно, увеличивается, но эти вопросы мы будем решать и совместно с Белорусской Федерацией бокса. Я думаю, что нас поддержит председатель федерации. Но мы обязаны делать все возможное для того, чтобы спортсмены попали на этот турнир. Беларусь во Франции представят три девушки и пять мужчин. Надборочный турнир у боксеров должен пройти с 4 по 8 июня в Париже. Проблема перелета коснулась многие. Наши сборные и команду по женской борьбе и борцов греко-римского стиля поедут на автобусе в Польшу и наши гребцы. В команде Владимира Шантаровича предстоит выступить на чемпионате Европы в Познане. Такое неспортивное поведение компания Евросоюза ставит в неравные условия участников грядущих стартов, что подрывает основополагающие принципы спорта.